Только что ушел курьер, а если быть точнее, девушка-курьер просто на самом деле для нашего региона, для нашей провинции это редкость. И знаете, у меня, пожалуй, только одни мысли и мне, пожалуй, только одна фраза в данный момент приходит в голову. Она не совсем цензурная, но она сюда идеально подходит. Ебануться, туфли гнутся, для того они туфли, чтобы гнуться и ебануться. По-другому я не могу описать. Вот смотрите, в этой посылке находится смартфон за 70 тысяч рублей. И тут-то наверняка многие из вас пару лет назад, если бы этот ролик записывал, подумали, ну пацан совсем с дуба рухнул и купил себе топовый айфон. Решил пацан понтануться, жизнь ему ничего не учит. Но сейчас, в 2020 году, в марте, я вам могу сказать, что теперь херь угадаешь, когда ты будешь девайс определять по стоимости. Потому что в этой посылке, как вы и поняли, уже по превью ролика, по названию ролика, находится Samsung Galaxy S20. Он у нас в России стартует, ну его продажи с 13 марта. Но я заказывал на официальном сайте Samsung, и пожалуйста, ну хотя бы что-то есть хорошее в этом всем деле. Мне 2 марта, прямо сегодня, эту посылку привезли. Это означает, что получается за 11 дней до официального старта продаж я получил мобилу. И получил я ее не из рук Samsung, для того, чтобы я им жопу вылезал. Потому что все ролики в данный момент, которые вы видели на YouTube, они априори по-другому не могут строиться. По-другому никак. Потому что официальный старт продаж 13 марта. Соответственно, до этого момента люди за свои деньги просто физически не могли купить мобилу. Это означало только одно, что пресс-служба Samsung рассылала девайсы. Ну и, конечно же, пресс-служба Samsung крайне не любит, когда про девайсы Samsung слишком много плохо говорят. Особенно, если говорят о том, что 70 тысяч рублей, да ну нахер. Такое они, конечно, не допустят, и такое из роликов вырезается. Так вот, я, купив этот девайс за собственные бабки, могу сказать откровенно, что Samsung, вы, мать его, охерели. И самое главное, просто вдумайтесь, это до чего же мы должны были докатиться и дожить, что у меня минус 70 тысяч рублей не за топовую версию Samsung, например, Samsung Galaxy S20+, тем более уж это не версия Galaxy S20 Ultra. У меня просто самый, мать его, нищебродский Samsung, всего лишь в минимальной комплектации, с минимальным объемом памяти и всего лишь за 70 тысяч рублей. Так как я знаю, что есть огромное количество людей, которые не верят, что, мол, это мне не прислал Samsung, а это я сам купил, давайте специально для вас я покажу вот такой вот чек. Так, ровно 69 тысяч 990 рублей я отдал кровных средств. И видите, что в этом чеке еще значатся наушники, какие-то бац, плюс, что это такое? И сейчас мы с вами тоже и посмотрим. Дело в том, что в этой посылке, как я вам и сказал, находится сюрприз от Samsung, который они всем, всем щедро дают, тот, кто сделал предзаказ. А может быть и потом будут давать, я, честно говоря, не знаю. Так, больше ничего нету, посылочку можем убирать. Вот те самые наушники, давайте я их быстренько покажу, я сделаю на них 100% отдельный видос. Я их 100% хочу сравнить с JBL-ками, наверное, уже с JBL Tune 120 TVS нет никакого смысла сравнивать. Единственное, что можно бы с ними сравнить, это, наверное, было бы адекватно JBL Tune 220 TVS. Подумаем, что с ними сделать. Вот, в общем, Galaxy Buds Plus, это последние наушники, которые выходили у Samsung, и они к вам кладут комплект. Что у нас там по цене, если еще раз мы посмотрим, то... А, здесь не указывается. Короче, примерно 12 тысяч рублей они стоят Galaxy Buds Plus, и вот вам в комплект кладут. То есть, если мы сейчас будем немножечко заниматься математикой, то 69 990 рублей, минус 12 тысяч рублей наушники. Кто-то люди ушлые, может быть, и продадут эти наушники. То получается, этот телефон выходит примерно около 58 тысяч рублей. Барахло вообще дешманское. Сам Samsung Galaxy S20 поставляется вот в такой вот упаковке. Нет ничего сверхъестественного. То есть, я сейчас на нее так смотрю. Ну да, ну ничего, ну вот она коробка матовая от Samsung. Надо сразу сказать, что я впервые буду в данный момент пользоваться флагманом. До этого с Samsung серии S Galaxy S я вообще не имел дела. То есть, до этого я всегда пользовался, ну как-то всегда. С 2019 года я пользовался Galaxy A50, у меня был Galaxy A70, был Galaxy A10. В этом году я купил Galaxy A01 и Galaxy A51. Это шестой, по счету, получается, мой смартфон от Samsung. И вот, пожалуйста, вот такой вот дорогой. Пломбочка стоит. Пломбочку мы аккуратненько вот так вот убираем. Сразу хочу сказать для всех тех, кто будет себе покупать Samsung. Знаете одно, что на своем опыте, а он у меня, как вы слышали, не маленький. Я понял, что ни черта нет абсолютно никакой возможности потом этот Samsung продать. Просто вдумайтесь, я постоянно на каком-то смартфоне терял плюс-минус 10-15 тысяч рублей. Ну, соответственно, Galaxy S20 я за 70 тысяч рублей в жизни не продам. Даже вычитая все, хорошо бы за полтинник я его через месяц смог продать. Так, здесь скребочек, лоточек, все по классике. И, конечно, никто чехлов вам сюда не насыпет. Это можно было бы и сразу понять. Что? Дальше идет сама мобила. Сама мобила. Мы ее сейчас обязательно разберем. Черт возьми, она такая длинная, продолговатая. Вообще непривычно. Что еще здесь в комплекте? Вот такая вот быстренькая зарядка от Samsung. Вот она, пожалуйста. Давайте я сейчас сразу уточню, сколько у нас здесь выход. Здесь у нас выход 3 А. 3 А, в принципе, я думаю, достаточно должно быстро заряжаться. Что еще здесь в комплекте? Есть, пожалуйста, USB Type-C, который мы уже не будем разбирать. Это тоже прекрасно и понятно. И АКГшные уши. Вот это да, вот это крайне хорошо. АКГшные уши идут в комплекте. Да еще и посмотрите. Здесь есть и амбушюры дополнительные. Которые вот на такую палочку на взделе. То есть всем возможно есть эти уши протестить. Вообще я часто слышал, что АКГшные уши людям сильно заходят. И дело в том, что Apple кладет стандартную свою лапшу Lightning'овскую AirPods'ы. И AirPods'ы. А вот Samsung кладет типа хорошие наушники АКГшные. Ни разу не тестил по поводу цвета. Дело в том, что там выбирать не из чего особо было. Был красный вариант, был черный вариант, был голубой вариант. Понятное дело, я выбрал голубой. Я думаю, многим понравится. Хотя с другой стороны, вроде бы на меня и не похоже, да? Что голубой. А хотя для кого-то может быть и похоже. Голубой на 128 гигабайт. И у нас в России вот эта версия именно Galaxy S20 доступна с 8 гигабайтами оперативной памяти. По-моему, больше вариантов, честно говоря, и нет. Поэтому я взял голубой. Вот такой вот он достаточно гламурный. Вот такой вот он приятный. Но, честно говоря, для кого-то может быть и педиковатый. А с другой стороны, мне кажется, он такой вот отражает небо. Очень приятно смотрится. Без какой-то, знаешь, вот этой вот натужной градиентности. Вот бывает такое, что типа вот смотришь на Honor, например. Ну вот прям натужная градиентность. Но это в бюджетном ценовом сегменте. Здесь смотришь, ну в принципе, плюс-минус достаточно неплохо. Сейчас у нас ответственный момент. Вот эти вот пленочки все, конечно, надо сохранять. Потому что этот телефон потом надо будет продавать. Конечно, как я вам сказал, минус 20 тысяч рублей 100% у меня улетит. Но факт остается фактом, что продать-то его в любом случае надо будет. И поэтому пленки надо 100% все оставлять. Минус 70 тысяч рублей. Да, это жестко, но могло быть еще жестче, если бы я не пользовался кэшбэк-сервисом от Letyshops. Который помогает мне вернуть часть потраченных денег с любой покупки в более чем 2000 интернет-магазинах. Неважно, покупаете вы смартфон здесь, у нас, в России, в Белоруссии, в Украине или где-нибудь в Китае. Вы можете вернуть часть потраченных денег. Неважно, покупаете вы или наушники, или вот такой вот пирометр, или вообще портативную колонку, или просто собираетесь куда-то путешествовать или бронировать отель, вы точно так же можете вернуть часть потраченных денег. Ссылка будет в описании. Регистрируйтесь, ну и также устанавливайте суперудобное расширение абсолютно для любого браузера. Которое лично для меня реально must-have. Я сам порой не знаю, что в каком-то интернет-магазине, где я собрался купить, я не знаю, прости господи, газонокосилку, что там есть кэшбэк, а на самом деле ба-бам с расширения напоминает. Здесь есть кэшбэк. В один клик активируешь и все, вуаля. Все ссылки в описании под роликом. Экономьте по-крупному. Одна из особенностей дисплея у этого Samsung, то, что здесь есть вариация 60 Гц, это стандартная, и, наконец-таки, они перешли на новый этап и добавили 120 Гц. Видите, высокая частота обновления кадров. То есть он, вот этот 120 Гц, работает только при Full HD+, а 60 Гц работает и при Quad HD. Давайте с вами посмотрим, что такое 120 Гц от Samsung. Сейчас у нас Full HD+, разрешение, и должно быть просто максимально плавно. То есть они говорят, что это плавность хода, это вот, ну, прям картинка маслом. Ну, реально. Вот, по крайней мере, что касается меню, я не знаю, как это будет смотреться в интернете, в инстаграмах и во всем остальном, поддерживают ли это приложение. Но рабочий стол, ну, конечно, по-другому. Рабочий стол, прям реально, 120 FPS, очень смотрится кайфово. Надеюсь, вам это будет видно. Что здесь еще интересного? Говоря о процессоре, здесь Exynos стоит 990. Exynos 990 завезли, скажем так, не так давно. Буквально где-то осенью 2019 года Exynos 990 представили. Это восьмиядерный процессор, техпроцесс 7 нанометров. В принципе, современно. Это основной конкурент процессору, получается, Kirin 990. Это основной конкурент процессору Snapdragon 865. И это основной конкурент, прости господи, Bionic A13, который был выпущен уже практически полгода назад. По сути, Exynos 990, который опять же идет для нашего российского европейского рынка, должен плюс-минус с этим неплохо справиться, что какие вы ему задачи предоставите. Но факт остается фактом. В данный момент я хочу сказать, что мобила нагрелась неплохо. Всего лишь были какие-то первичные настройки, а мобила уже разогрелась, дай боже. То есть, ну такое не должно быть. Хотя, в принципе, Exynos этим славятся. В данный момент я его не хочу не ругать никак. Конечно же, потестим, как он себя будет вести в играх. Не в этом ролике, но 100% надо будет потестить. Посмотрим, как он себя ведет в общей производительности, есть ли троттлинг или нет. Но Exynos 990, надо знать, что здесь есть. Камеры. Камеры здесь тоже нам пытались преподнести как что-то революционное. Давайте быстренько их разберем. Здесь у нас, получается, есть камера телевик на 64 мегапикселя. Это самое максимальное разрешение, которое здесь есть у камеры. И остальные два модуля здесь по 12 мегапикселей. Один ультраширокоугольный модуль с автофокусом на 12 мегапикселей. И другой просто широкоугольный модуль на 12 мегапикселей. Но только еще с одной поправочкой, что здесь есть оптическая стабилизация. И, мол, главная, опять же, фишка этого Samsung в том, что вы можете переключаться, как в том же самом iPhone, получается iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Помните вот эту возможность на презентации, что переключаетесь между двумя камерами, делаете картинку то шире, то уже. Здесь есть тоже такая возможность. То есть, пожалуйста, вот эту вот тему можно реализовать. Не знаю, как это будет работать, но по факту так. Что касается фронталки, здесь она у нас вот под таким вырезом. Совсем небольшой, да, вот такой вот аккуратненький вырез. Честно говоря, конечно, Samsung не удивляет этим, потому что уже даже бюджетные смартфоны с таким вырезом. Это вообще не новшество. И, в принципе, да и по модулю здесь не новшество. Всего лишь 10 мегапикселей запихали. Честно говоря, в данный момент я на нее сильно не рассчитываю. Сам дисплей немножко выполнен загнуто. Не скажу, что эффект водопада здесь есть. Я бы сказал, его практически вообще нет. Но выполнен приятно. Что касается аккума, здесь емкость 4000 мАч. И, конечно, можно опять же развести холивары. Хватит его, не хватит. Да, конечно, если вы будете использовать 120 Гц, то навряд ли надолго хватит батарейки, потому что 120 Гц нехерово ей жрет. Но, с другой стороны, энергоэффективный процессор Exynos 990. С другой стороны, здесь, конечно же, матрица AMOLED, которая тоже достаточно энергоэффективна. И, по факту, я думаю, что со своей задачей он дневной 100%, как и любая мобила, должен справиться. Джек 3.5, как я уже упомянул, его выпилили. Только оставили USB Type-C. Ну и, кстати, да, надо еще упомянуть, что Samsung до сих пор поддерживает карточки microSD. То есть, вы спокойно сюда можете поставить либо две симки, либо одну симку и microSD карточку. И, между прочим, до 1 терабайт. Не сказал я вам по поводу водонепроницаемости. Здесь стоит IP68. Самое главное, что она не тонет при любых обстоятельствах. Еще бы она тонула за эти бабки. Я с вами 100% соглашусь. Классное, кстати, покрытие экрана. Вообще, вода не задерживается. То есть, она вот так вот аккуратно, аккуратно прям скатывается. И это не может не радовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Взял я, значит, небольшую паузу, чтобы его погонять в Антуту. Понятное дело, что Антуту это далеко не последняя инстанция, которую стоит доверять. Но самое главное, вот что я вам хочу показать. В моих руках пирометр. И сейчас, в данный момент, мы с вами будем мерить температурку. Устройство-то у нас далеко не тепленькое. Далеко не тепленькое. Вот сейчас, зараза, я не могу эту температуру поймать. Но я вас уверяю, что здесь где-то примерно... Вот она. Вот она сейчас была 39. Здесь где-то примерно под 40 градусов задняя крышечка-то раскаляется. Раскаляет 100%. Остывает достаточно быстро. То есть, ровно тот момент, когда ты ничего не делаешь с девайсом. Вот сейчас вот он уже полежал. Хотя бы где-то минут там, не минут, а полминутки где-то, секунд 30. Он уже остывает. Но, чтобы вы понимали, Антуту закончил тестироваться минут уже 5 назад. В данный момент я просто щеголял по камере. То есть, я включил режим 8К. Кстати, надо сразу сказать, что, возможно, многие, кто этот смартфон будут приобретать. Но, ровным счетом, чтобы вот этот вот режим затестить, сейчас я вам его даже продемонстрирую, 8К. То есть, мы заходим в видеозапись. И здесь, пожалуйста, вот где режимы, мы тыкаем сюда. Есть возможность снимать у нас просто 19 к 16. А есть возможность включить 8К. То есть, это еще лучше, чем 4К. То есть, если бы до этого была возможность включить, вот, пожалуйста, Ultra HD 4К разрешение. Кстати, есть 60 кадров в секунду. Есть оптическая стабилизация, что не может не радовать. И есть еще 16 на 9 в режиме 8К. При использовании данного разрешения не поддерживается следящий автофокус. Вот так вот. И видеоэффекты. Обязательно эту камеру затестим. В данный момент, ну, честно говоря, выглядит, в принципе, достаточно обычно. Ничего прям такого сверхъестественного нет. Но факт остается фактом, что здесь есть этот самый режим. И вот именно, мне кажется, благодаря нему раскалился девайс. Прям не добывал их высот. Ну, серьезно. 40 градусов. В руке, я вам скажу, сразу ощущается. По-моему, Samsung вообще забил на систему охлаждения. Даже если она здесь есть, она просто тупо не работает. Я, честно говоря, в данный момент, вот прям реально боюсь, что будет в игре. Что касается уже непосредственно Antutu. Здесь мы набираем результат. 472 тысячи попугая. Что, в принципе, плюс-минус достаточно неплохо. Но, с другой стороны, я понимаю, что, конечно же, процессор Snapdragon 865, конечно, который еще не дошел до нашего рынка в связи с этими коронавирусами и всему остальному. То есть Xiaomi Mi 10, к примеру, еще мы не получили. Но он набирает в Antutu больше. Для, конечно же, 2020 года этого результата более чем. Может быть, больше и не надо. Но когда ты отдаешь 70 тысяч рублей, то, конечно же, тебе писькомерством-то надо заниматься. И что делать в этом случае, я вам порекомендовать не могу. Мы обогнали с вами 90% пользователей, что как раз-таки говорит, что это не самый серьезный процессор. Что касается разбивки. Давайте здесь я вам покажу важные моменты. CPU 142, 142 тысячи попугаев. А GPU 192 тысячи. И это как раз-таки интересная отсылка, что получается Exynos. При условии, что все говорят, что он не игровой ни разу, набирает такое огромное количество баллов. Что, конечно же, блин, еще раз интересно становится. Блин, а как здесь будут идти игры? Летать или все-таки это Samsung как-то натянул результаты в Antutu? Что касается характеристик, что еще я хотел озвучить, на чем я еще хотел сконцентрировать внимание. Это оперативная память. Это Pioneer. Здесь LPDDR 5-го поколения. Наконец-таки мы получаем этот тип оперативной памяти. До этого был LPDDR 4X. Здесь у нас, между прочим, четырехканальная оперативная память. Четырехканальная. Это тоже новый уровень. И, конечно, благодаря нему мы должны, ну, как-то еще, наверное, более получить офигенные результаты в производительности. Ну, и самое главное, что я вообще никак не могу упустить. Да, вот, пожалуйста, тип хранилища. Здесь стоит UFS 3.0. Но, к сожалению, в данный момент Antutu еще, видать, не дотянули до новых показателей. И он здесь нам показывает, как UFS 2.0, UFS 2.1. Ну, я знаю, 100% Samsung этим кичился. Они 100% даже сюда в бюджетное устройство, в бюджетное за 70 тысяч рублей, поставили по-любому. Вот прям железно UFS 3.0. По поводу камеры. Помните, я вам озвучил, что здесь есть такая фишка, как мультикадр. И я немножечко ошибся, что она из себя представляет. Я уже сделал мультикадр. Делается достаточно просто. Ты зажимаешь, соответственно, вот эту вот, хочу, например, коробку я сфотографирую. Я делаю вот так вот, по-бам. И мне тут говорит, типа, вы двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь с разных углов. Можете вот так, вот так, вот так вот все это дело красиво сделать. Мы вам скажем, когда остановиться. Все, мы остановились. И после этого, когда мы заходим в галерею, то здесь, во-первых, выбирается лучший снимок. Ну, он достаточно действительно получается эффектный. Он такой вот короной обозначается. У него, ну, разрешение, да, кайфовое. Смотрится он офигенно. Но это еще не все. Вы заходите вот сюда. Здесь 7 у нас обозначено элементов. И вы можете одновременно, получается, вот за короткий промежуток, сфотографировать какой-то объект или еще какой-то момент с разных вообще уголков. Здесь есть и видос. Ну, вот, пожалуйста. Здесь есть видео. Одновременно, получается, камера писала видео. Здесь есть возможность и все это дело посмотреть с широкого угла. Например, вот такого. Здесь есть возможность посмотреть с другого бока. И при том, что видосов здесь даже два. Вот что из себя представляет плюс-минус мультикадр. То есть в один момент вы делаете все, что только возможно. Все, на что способна ваша камера. Единственная фронталка здесь не задействована. Это мультикадр. Что касается фотографии, здесь до боли все, в принципе, знакомо. Кто пользовался One UI. Кстати, я не сказал, что здесь One UI 2.1. Ничего особенного нету. В принципе, до боли уже знакомая оболочка. Ну, какие-то есть небольшие новшества. Но я бы сконцентрировал свое внимание именно на углах обзора. Смотрите, мы можем выбирать просто ультра широкий угол. Вот как раз таки он. Сейчас данный момент. И также мы с вами можем поработать с зумом. Смотрите, 30-кратный здесь у нас есть зум. Это максимальное значение. 100-кратный у Samsung Galaxy S20 Ultra. А здесь у нас 30-кратный. И вот на 30-кратном зуме, я не знаю даже, что вам показать. Ну, наверное, в пределах моей хаты крайне тяжело будет что-то показать. Вот, смотрите, пожалуйста, объектив камеры. Вот, вот мы прям практически в дырку камеры залезли, от которой вы сейчас в данный момент меня видите. И самое, чем мне нравится, здесь есть такой небольшой дисплейчик, который помогает сфокусироваться на объекте, чтобы ты его смотрел в обычном режиме. Из режимов дополнительных есть ночь, конечно же, есть еда, панорама, сверхзамедленная съемка. Я единственное хочу только прокомментировать по поводу фронтальной камеры. Вот фронталочка, которая как раз таки здесь у нас теперь красиво вырезана, она преподносит сюрпризы. И, честно говоря, это сюрпризы далеко не приятные. У меня были опасения по поводу фронталки, а именно ее разрешение на 10 мегапикселей. И, походу, они потихонечку подтверждаются, потому что фронталка здесь, ну, не справляется со своими задачами. Давайте будем говорить откровенно. Количество промазанных фотографий просто зашкаливает. Я очень много из своей галереи удавил фотографий, потому что я был не в фокусе. А разрешение этих фотографий, ну, вы сейчас сами это видите, ну, честно говоря, ну, до смехотворного доходит. По факту вы получаете в мобиле за 1100 баксов камеру на 10 мегапикселей, которая, ну, ни в какие ворота не лезет. Все-таки, вот да, давайте по поводу фронтальной, я прям скажу откровенно в данный момент. Ни в какие ворота в данный момент она не лезет. Я думаю, что навряд ли что-то с прошивочкой там может сильно поменяться, потому что, ну, Samsung решил просто тупо сэкономить. Вот на Galaxy S20 Ultra, пожалуйста, конечно, мы вам что-то интересное предоставим. А это, ну, Galaxy S20, ну, черт возьми, кому он вообще нужен, ну, ничеброды купят, пускай мучаются. Ну, то есть, вот чтобы я взял эту мобилу и прям начал вот здесь вот у меня прям фонтан моих эмоций, такого не будет, учитывая, что я знаю, что такое One UI 2.1, я ее уже видел. То есть, я просто держу хорошую, добротную, знаете, такую складную мобилу в руках, приятную, прошу заметить, но ничего большего, серьезно, никакого эффекта вау нет. А за 70 тысяч рублей я все-таки хочу получать эффект вау. Но это первое впечатление, это первые эмоции. Кстати, чтобы вы могли ознакомиться с ценой, не знаю, какой-нибудь любой магазин найду, ссылку в описании оставлю, посмотрите, тем более вы знаете, что за деньги я свои точно приобрел. Что еще хочется сказать? Пишите ваше мнение в комментариях, крайне интересно будет почитать. Я ухожу на более глобальный тест, мы потом уже проверим игрушки, мы там уже обязательно будем иметь общее представление о камере, как ночью он справляется. Конечно же, по тесте 8К, который здесь есть. Но, еще раз повторюсь, на данный момент я не вижу смысла вот в этой покупке, даже не сравнивая ни с какими другими устройствами, просто сравнивая с эмоциями. На 70 тысяч рублей мне эмоции должны были предоставить, я считаю, побольше. Огромное спасибо, что сегодня были со мной, подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик. Все, давайте, красавцы. Пока! Пока!